Добрый вечер, дорогие друзья! Мы скоро адресуем другой адрес. Мы очень рады, что в такое сложное время, хоть и в ограниченном формате, но собрались на праздничное мероприятие. Сегодня мы встречаем юбилей преподавателя фортепианного отдела, заведующей фортепианным отделом нашей школы, Галины Андреевны Быстровой. Ну, я хочу коротенько предварить концертное мероприятие. Галина Андреевна у нас работает, и не сказать, что бы недавно, но не так давно, 7 лет уже она в нашей школе, то есть первые выпускники начинают оканчивать ее, а до этого она прошла большой путь педагогический. Она работала в Охтинском центре, в музыкально-эстетическом воспитании. Кто-то учился у нее там. Она работала вскоре в имени Петрова на Петроградской. Последнее место работы – это лицей комитета по культуре в Питинных палатах, откуда она с радостью перешла к нам. Я хотел бы отметить, что многие знают, а кто-то, может быть, нет, что Галина Андреевна представитель, ну, можно сказать, династии музыкантов. То есть ей повезло родиться в хороших, так сказать, руках. Это очень важно, когда ребенок появляется в музыкальной семье и когда вот все, так сказать, высокое ему к детству прививается. Вот папа ее был композитором, я даже побывал на каких-то вот, ну, успел в концертных выступлениях его. Он пианист, вот, который закончил консерваторию у Нильсина. Это не случайная фамилия для нашей школы. Тут, кстати, будут интересные пересечения. Вот, как говорится, все дороги ведут в Рим, в данном случае в нашу школу. Дело в том, что Владимир Нильсон, первый лауреат Всероссийского конкурса пианистов, в 30, не помню, в 7 или 8 году, это выпускник нашей школы. То есть он учился у нас в школе в 21-23 годах. И вот такая довольно легендарная личность, остроумный очень человек, который целую, помимо фортепианных достижений, оставил целую книгу форизмов, наверное, стоит их нам как-то ожалить и вспомнить о нем более подробно. Он, например, говорил, что там техника – это не руки, а голова, понимаете? И вот много полезных вещей, о которых очень часто пианисты забывают. Мама Галины Андреевны училась в начале у ученика Мэттнера, а заканчивала консерваторию тоже у Нильсона. То есть она, так сказать, внучка, можно сказать, выпускника нашей школы по фортепианной стезе. Ну, многие знают хорошо Ольгу Андреевну Курнарину, сестру Галины Андреевны, которая тоже пианистка и которая всю жизнь отдала педагогической деятельности. Поэтому очень много разных пересечений, все друг друга знают. И в сегодняшнем концерте будут участвовать не только недавние выпускники, но и выпускники прошлых лет, которые учились у Галины Андреевны в разных учебных заведениях. К сожалению, не все смогли приехать, время сейчас сложное. Плюс мы не смогли пригласить всех желающих, к сожалению, но может быть еще в Гиппене и последние жилей будет еще плохо. Вот я прошу, будьте добры, выключите, пожалуйста, мобильные телефоны. Мы, на всякий случай, для истории ведем запись. И лучше, если вы выключите звуки, поставим. Ну, по ходу концерта я еще прокомментирую некоторые выступления, а пока мы начнем прямо с музыки. Сейчас у тебя дуэт. Ярослав Семенов, он учится у нас в школе и уже доучился до 9 класса. Это первый выпуск по предпрофессиональным программам. Ярослав, мы его прекрасно знаем, он систематически участвует в конкурсах. И он лауреат, например, конкурса имени Сапена в Великом Новгороде, завел гран-при на региональном Литербургском конкурсе. Он участвует в музыкально-театральных спектаклях в театр родом из Блокады. И вот сегодня он будет играть в фортепианном дуэте. А вот второй участник фортепианного дуэта это Даниил Рабовский, который закончил обучение у Галины Андреевны еще в 1997 году, в незапамятные времена. При этом он после обучения из школы сразу поступил на третий курс музыкального училища Левского городского. Потом окончил консерваторию, асперантону. И вот сегодня такой разновозрастной творческий дуэт будет представлен вашему вниманию. Итак, монца, соната Ре Мадор, первая часть. Исполняет Ярослав Семенов и Даниил Рабовский. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Все, кто работает в школе, знают, чего это нам стоило. В школе ремонт начался в 1996 году и продолжается он до сих пор. То есть внутренний фасад сейчас завесен пленкой, и преподаватели, как ксириском для жизни, занимаются во внутренней части. Здесь была просто помойка, если кто-то помнит, и вот как разрушенная церковь в лицу. Какие-то облубленные стукатурки, сприцы, надписи неприличные. И вот в это время школа приводилась в порядок, в следующем она превратилась в одно из самых крупных учебных заведений. То есть так было не всегда. Кстати, когда Нишин поступал в 1921 году в школу, тогда определяющим, он говорил, для выбора образовательного учреждения, для него стало то, что у нас в школе ученикам выдавали кусок хлеба с сахарином. Время было голодное, и вот поэтому он пришел в школу и не пожалел. После нее сразу поступил в консерваторию. Ну, я о школе упомянул не случайно, потому что я хочу пригласить директора нашей школы Татьяны Борисовны Орлову, которая сама пианистка, которая с первых рук приняла софету послевоенного поколения пианистов. Она скажет пару слов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я хочу поздравить Галину Андреевну, вручить ей нашу скромную грамоту. И сказать нам сейчас слово. Школа вправе гордится таким педагогом, педагогом такого ранга, уровня, как Галина Андреевна. И думаю, что она нашла в нашей школе второй дом. В силу особенностей нашей школы к нам часто приходится встречаться с людьми, которые, начавши заниматься музыкой рано, не сумея найти, не встретили такого педагога, который бы сумел раскрыть их потенциал и направить их на тот путь, который бы они могли бы прожить, если бы встретили вот такого педагога, как Галина Андреевна, и прожили жизнь фактически единственную, неповторимую, не встретившись сами с собой. Вот Галина Андреевна занимается с детьми, которые как раз начинают определять свою дальнейшую судьбу. И мы можем быть уверены, что весь их потенциал, все их возможности Галина Андреевна сумеет выявить, взрастить и дать им направление, путь в жизнь. То есть она определяет фактически и определила уже судьбу многих-многих людей. Поэтому эта роль ее в жизни каждого, кто с ней столкнулся, совершенно незаменима и уникальна. За это, конечно, они должны быть ей благодарны. Я уверена, что так оно и есть. Сергей Евславович недостаточно много сказал о объеме работы, деятельности Галины Андреевны, что даже одно перечисление того, что она делала и делает за последнее время, поражает воображение. Потому что это мелким шрифтом на нескольких страницах только перечень тех вообще усилий, которые она делает и реализует. Это тоже очень редкая особенность человека, когда он не только любит за работу, но еще и умеет ее сделать, умеет ее оформить и дать ей вот тот блеск, который вот особенно талантливые люди умеют придавать результатам саживого труда. Так что Галина Андреевна не только работник музыкального образования, она еще реально и деятель культуры, можно сказать, заслуженный деятель культуры. И я думаю, что это звание у нее в ближайшее время появится. По крайней мере, школа обещает, что мы сделаем ни от того дня не пропустим из тех мероприятий, которые необходимы для того, чтобы это реализовалось. Так что Галина Андреевна... Мы продолжаем концерт. Сейчас на сцену выйдет нынешняя ученица Галины Андреевны, учащаяся пятого класса, Александра Бачина. Она занимается у Галины Андреевны третий год. У нас в школе редко, но такие случаются прецеденты, когда ученик ездит откуда-то из пригорода, а вот Саша, может сказать, просто совершает подвиг, она живет вообще-то в вырезке. И на каждое занятие приезжает вот так далеко, и никогда ей, насколько я понимаю, не приходило в голову свинить преподавателя. Она за эти три года тоже стала галериатом нескольких конкурсов. Например, победила уже в жилородном конкурсе в Талине в Эстонии под названием «Юный музыкант». Сейчас мы в ее исполнении послушаем пьесу Чайковского из времен года, которая называется «Декабрь» и имеет подоголовок «Связка». Александра Бачина. Аплодисменты. 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 Субтитры подогнали Симон. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Ре Редко огорчайтесь на судьбу, Просто всегда верьте волшебству. Пусть гармонично будет в живость судьба, И без гармонии прожить его нельзя. Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ Милые улыбки окружают в этот день, Как звучание скрипки Зацветет в душе копей, И распустятся цветы излучащих семенов. Каждый вас поздравит рад и, конечно же, готов! Так, фантастического везения! Мы желаем ваш Новый год! Пусть все то, о чем мечталось, непременно произойдет! Соль! Сопережную часть относит ваш дом, уютный и плотный. Топыралось на иноте. А с темноты, судьба играет пусть для вас. И радостно, и удовольствие работы, где мы каждый день участвуем. Ноля, почаще забивайте, и никогда не забывайте! Силь, сила в музыке живет, вы все на вперед живет. Вердь в чудес и волшебство, сказки вверх и добра. Ножки, радости и счастья, сердце пусть живут всегда. Чтоб ни карты, ни на все, вы не знали никогда. Спасибо! Спасибо! Очень неожиданно и приятно. Спасибо, ребятки! Я надеюсь, теперь вы перестанете болтать и, наконец, будете слушать музыку. Да? Вот молодой человек. Он повторял слова, наверное, я понимаю. Отпешиваясь с момента, ну и все, решил уже сбежать в поле боя. Он учиться пошел, у него хор. А, учиться, да. Ну, пожелаю ему, значит, дальнейших творческих успехов. А я хочу, значит, сказать об одном важном моменте, наверное, в жизни Галины Андреевны и в жизни школы, как это ни странно. А именно про, ну, патриарха, можно сказать, музыкальной культуры петербургской, про Валерия Писалыча Гердиева. Ну, не все знают, наверное, такой интересный факт, что у Галины Андреевны учились несколько детей Валерия Писалыча, трое. Вот, во-первых, его сын Писал, которого мы знаем уже сейчас как молодого, но уверенного достаточно себе пианиста. Он и в концертах Мариинского театра периодически выступает, уже в таких полноценных, не детских, а не юношеских. Так вот, он сейчас учится в Гостоне, наверное, он с удовольствием бы приехал, но по понятным причинам сейчас учатся сложные все эти передвижения. У Галины Андреевны учился второй шин Валерий, который не пошел по музыкальной статистике, но уверен, что он запомнил. Музыка все равно по-другому структурирует сознание, и, конечно, ничто не проходит бесследно, как поется в одной песне. У него училась дочь Тамара, которая сегодня присутствует в зале. Кроме этих трех детей, внучатый племянник Александр Капулов, где он у нас, где-то там, да, он нам сегодня сыграет. Вот, у нас в зале мы поприветствуем супругу Валерию Писаловича Наталью. Сейчас скажу, почему. Его племянник Абистал тут? Нет, это все равно. Застрял здесь, да? Женает, женает. Ну, я понимаю, тоже вроде бы лучше Абистал прийти, но не дошел, значит. Ну, Александра Капулову мы сегодня, внучатого племянника Валерия Абисталовича, послушаем. Я почему хочу об этом сказать особенно. То есть, ну, вы знаете, что в школе достаточно сложная такая судьба. То есть, нам уже 105 лет, вот скоро будет, надеюсь, что через года полтора мы уже начнем все думать и активно праздновать такую серьезную дату. А несколько лет назад мы праздновали столетие. То есть, крупнейшая, одна из крупнейших петербургских школ. У нас сейчас 1200 учащихся, 130 преподавателей. При этом школа трижды оказывалась, ну, может быть, в эпицентре военных действий. То есть, первая, самая серьезная, конечно, война, это была Великое Отечественное, когда в 41-м году Ленинград оказался в блокаде. Все музыкальные школы были эвакуированы, все детские закрыты. И единственная школа, которая работала всю блокаду, не переставая ни на один день работать, была наша школа. То есть, она, ну, с честью, конечно, выдержала это испытание. Восьмого сентября, я напомню, 41-го года у нас в школе открылся учебный год. В день начала этой цербургской блокады, между прочим, когда разбомбили вот вода и все склады, когда город уже наполовину лежал в руинах, когда постоянно были военные тревоги. И вот в таких условиях, когда в октябре, в ноябре, в декабре в городе прекратилось отопление, не работала канализация, была отключена электроэнергия, когда перестал работать транспорт. Вы можете себе представить, каких усилий стоило ученикам и преподавателям ходить на работу, когда школа располагалась на углу улиц Короленко и Никасова. Вот, вторая, неожиданно, такая, значит, острая ситуация возникла в 85-м году, когда, ну, может быть, еще заглянуть в конец войны, в 45-м году, когда, ну, более-менее уже начала наложиваться мирная жизнь, к нашей школе, которая всегда называлась школой для взрослых, и которая выполняла вот очень важную мистию при общении к музыке тех, кого мама вовремя не отвела. И таких очень много, понимаете, в разных семьях обстоятельства. Бывает, ребенок, кто действительно не к тому попал педагогу, ему, может быть, вместо пользы как-то скаленчили его сознание. Потом он дорастает, он понимает, что ему это интересно. Куда ему пойти, непонятно. В советское время была система вечерних музыкальных школ, можно было там заниматься. А вот уже начиная со 70-х годов, единственной школой в стране вообще такой осталась наша школа. Мы считаем преемницей так называемой бесплатной музыкальной школы, которую основал Баракирев, и которая предназначалась именно для обучения молодежи всех возрастов. Причем это не просто блаш такая, знаете, когда человек для себя там что-то батаринкал. Во-первых, у нас довольно большой, больше, чем в любой детской школе, процент поступления в профильное учебное заведение. То есть 20-25% выпускников поступает в училища и в консерватории. Причем вокалисты, например, в консерватории систематически поступают, минуя училища. И очень высокий есть уровень учеников, которые на таком приличном училищном уровне занимаются. Может быть, они где-то в детстве поучились, не дозрели. И сейчас они приходят туда с желанием, их не мама волоком тащит, что давай, дети, ты будешь играть там на балалайке или на трубе. Они сами приходят с горящими глазами, им очень интересно заниматься. Так вот, значит, к этой школе до взрослых известный на весь город, в которой училась Бевсерева, в которой училась Лишневская в 43-м году, как раз во время блокады, в конце войны, в 45-м году, добавили детскую школу, потому что все школы были эвакуированы, а дети начали уже возвращаться в город, люди подросли некоторые. И при нашей школе открылось детское заведение, которое переименовали музыкальную школу Дзержинского тогда района. И вот получился такой интересный казус. При одном директоре два юридических лица, так сказать, детская музыкальная школа и музыкальная школа для воровцев. Они мирно, так сказать, тоже существовали на разных этажах до 85-го года, пока не началась перестройка. Вот, ну, уже, наверное, старше поколение и начало подзабывать, что тогда вообще-то все музыкальные школы были платными. И какой-то там процент от зарплаты родители приносили справку, все платили за обучение. Мне кажется, вот, как будто из подсознания всплывается, что дети платили, по-моему, что-то 7,50, видимо, 7% или 7,5% от зарплаты, а врослые платили 10%. А поскольку зарплата у всех была 100 рублей, то вот эти суммы практически не отличались. Дети и взрослые платили примерно одинаково. А с начала перестройки у детей вкладку заморозили, а у взрослых начались умножаться нули, понимаете? То есть эти 10 рублей быстро превратились в 100, 500, тысячу, и выяснилось, что школа не может существовать вот на таких, понимаете, тех же пострасчетных условиях, как, например, рестораны, какие-то ли бары. И в итоге, значит, начались сначала финансовые проблемы, потом вот эта детская школа, знаете, кукушонок, которого мы пригрели, мы любим, конечно, детей, их у нас сейчас тоже много, но тогда вот был такой казус, что детская школа начала постепенно вытеснять. Нас в итоге мы оказались на верхних этажах, полностью таких руинированных, когда можно было руку высовывать наружу через стену, вот, в щели. И в конце концов нас оттуда просто выгнали. То есть школа оказалась без здания. Сзади, поскольку все лучшее детям отдали детское музыкальное школе имени Рахманинову сейчас, хотя, говорит, что наш нынешний директор лично, значит, выволокла оттуда какие-то предметы интерьера, которые достались нам еще с революционных времен от педагогов, которые основали школу в 18-м году. И мы вот много лет спитались вообще без помещения, кто пустит. Там в одной школе три рояля, в другой школе три рояля, в третьей на просвещение, на мира, где-то на Секейроса, на Симонова, на Кустозьева, в озерках, где мы только не были. Ну и тогда единственным человеком, который пошевелил пальцем, чтобы решить эту ситуацию, была Валентина Матвиенко. Мы ее, конечно, помним. Мы лично ей вручали в руки благодарность от школы, которая написала «Решить проблему». Ну, она тогда была еще, не помню, старым, историком каким-то секретарем, райкома партии, райкома комсомола. Вот. И с ее подачи мы оказались в этом здании. То есть в 96-м году. Вот. А в здании, которое было полностью разрушено, произвлежало Норрео. Его многократно пытались продать частями, целиком. Его пытались продать, когда уже школа была здесь, не все с нами. Понимаете? Были объявления, как с овцами, так сказать, что продается здание Государственной Думы и так далее. И вот мы все это время его ремонтировали, реставрировали. Наверное, старшие ученики помнят, что творилось на лестнице, все стекла были выбиты, все, значит, эти болятины все выломаны, что можно было сломать любую голову, вывалившись от такого вот этажа вниз. Перекрытия четвертого этажа обваливались на третий. Мы делали капитальный ремонт и вставляли балки. Ну, не говоря о том, чтобы потом вот эту всю красоту превращать в полноценные помещения для обучения. И вот когда все было сделано, знаете, когда школа превратилась в светущий морской царь, нашими общими усилиями, вдруг началась третья война, которую, ну, все это знают, наверное, может быть, не стоит вспоминать, но это было, которую устроил наш родимый учредитель комитет по культуре. Ну, не все, конечно, многие нам сочувствовали, а конкретно одна очень неадекватная барышня, которую туда приняли сначала секретарем бумажки перебирать, а потом назначили руководить отделом образования детямилевному городу. С этого момента стало запрещено вообще все. То есть у нас в Петербурге, например, запретили сольное пение, знаете, как в Ираке или в Иране, например, в фундаменталистской стране. И кто не знал почему? Вот нельзя еще, ей не хочется, чтобы дети пели сольное пение. Ну, и по понятным причинам у нас начались конфликты, поскольку наша школа была как вот время между небом и землей в юридическом смысле. Потому что в законе образования был пункт, что да, учредитель имеет право создавать не типовые образовательные учреждения, но учредитель вот в лице, понимаете, этого неадекватного сотрудника считал, что ничего нельзя разрешать, а то нужно только запрещать. И в конце концов они нам подвонили и сказали, вы знаете, мы решили всех ваших бюджетных учеников перевезти на платное отделение. Ну, то есть представляете, да, когда 800 человек учится бесплатно, и давайте-ка мы их пусть они платят по 10-15 тысяч. Ну, и с этого момента началась полноценная война, которая раскручивалась там в уголовных дел, до наших учеников вызывали в следственный комитет, знаете, я объяснял, сколько у меня в следственном комитете, сколько у меня учеников посещает сольфензио, понимаете, а ходят ли они на музыкаратуру, то есть это критическая ситуация, если кто-то для следственного комитета, если кто-то пропускает сольфензио. Ну, в общем, мы как бы с одной стороны с юмором к этому относились, но с другой стороны, представьте, когда по школе просто бульдозером два года ездили вот все самые страшные службы. Вот, и мы боролись как могли, значит, все газеты нас писали, там по Первому каналу целыми днями Путин, мы, Путин, мы, Путин, мы, Путин. Мы вот шли, значит, передачи. Наши ученики 8 месяцев отстояли в пикетах от восстания до Адмиралтей. То есть каждую субботу я еду на работу и считаю, там у каждого столба кто-то стоит с плакатом. Ну, как это ни странно, вся милиция и полиция нас поддерживала, они, о, опять пришли, значит, окрестные кафе, поили наших учеников зимой чайник, зайдите, может, хоть чем-то напоим. Вот, и вот, понимаете, когда полная была неопределенность, никто не знал, что с одной стороны всем было понятно, что зачем все это делается, какие очки враждебные силы могут получить от уничтожения, лучше, в Петербурге школы, никому было непонятно. И с другой стороны, нужно было, чтобы кто-то вмешался, понимаете, перерамил ситуацию. Бабочка какая-нибудь села на вот эти неустойчивые висы. И вот вместо бабочки на эти, так сказать, противовесы сел такой тяжеловес, как Валерий Абисалович Дергеев. То есть мы с Натальей через супруга его передавали отчаянные письма, значит, и Валерий Абисалович вновь надо это узнать, что он, кстати, не просто прочитал, где вообще Дергеев, а где вот какая-то школа музыкальная, вы должны понимать, да, что при таком рамке, при таком уровне оставаться человеком, не заметить чужие проблемы, вмешаться и по сути решить их. Это очень многого стоит. Передайте это в очередной раз ему огромную благодарность. То есть он, во-первых, ну, звонил Татьяну Борисовичу многократно, выяснял, в чем проблема. Вот, во-вторых, он взял эту нашу бумажку, сказал, что бесполезно разговаривать, все эти письма писать, нужно ехать лично. Знаете, Дергеев поехал лично к Полтавченко конкретно относительно нашей школы. Звонил его оттуда, из приемной Полтавченко. Вот что сказать кратко, потому что они много не запомнят. Вот. Ну и в итоге, конечно, это было замечено всеми службами. Знаете, нам вы говорили, вот, что вы, значит, начинаете вмешивать такие фигуры, значит, и что вы нас перед ними базорите, то, что они сами что-то затеяли, и что все можно было решить ротчерком пират. Вот. А об этом они не вспоминали. Ну, в общем, к счастью, конечно, Валерий Бесталович, плюс он дал большое интервью в газете «Известия», в которую он полностью стал на вторую школу. Дальше уже ссылки на него очень нам помогли. Ну и как-то в неожиданный момент нас наконец пригласили в комитет, сказали, ну, может быть, нам вот выключить там мировое соглашение, знаете, и как-то все начало в итоге решаться. Так что огромное спасибо этому семейству. Мы, значит, с удовольствием обучаем детей и всех поколений будем обучать. Вот. И поэтому, значит, с особой благодарностью я хочу предоставить слово дочери Валерия Бесталовича Тамаре и Александр будет что-то говорить, да, и Саше Газунову, внучатый-племянник Гердиева, он нам еще сейчас поиграет. Спасибо. Спасибо. Я написала вам большое поздравление. Поздравляем замечательного педагога, талантливого музыканта и просто любимого учителя. Пускай жизнь будет разрисована яркими красками, всегда будет присутствовать короткое настроение и ухаженная радость. Желаем, чтобы здоровье и потенциал энергии людей хватало для бесконечного движения вперед. Будьте всегда активны, позитивны и счастливы. Поздравляем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сейчас я обнимаю тебя, да? Ты тоже тебе расскажешь еще, да? И не притягиваешься, да? Ну видите, замечательно, такие скромные, замечательные дети без всякознодженной болезни. Это многого стоит. Понимаете, потому что человеческое, что идея сохраняется. Ну а сейчас Саша Кабулов нам сыграет, он тоже учился у Галины Андреевны, сейчас он занимается на втором курсе музыки имени Римского Корстякова прозвучит Прелюдия номер один Рахманина. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Спасибо. Субтитры подогнали Симон. 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 Много тысяч лет мы тут сами собирались и создавали эту атмосферу. Я понимаю, что после номера у меня не будет такой возможности. Я бы хотел сказать спасибо Галине Андреевне. А, вот Галине Андреевне, да. Вы меня учили, 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 учили. И фортепиано это база. Я на очень многих инструментах играл, играю. Я буду еще играть. Поэтому спасибо вам за этот трамплин в музыку. Да, и начнем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И вот семья Курнавина Быстровых Все годы принимает участие в наших спектаклях Принимал участие Андрей Федорович Курнавин Я дару свои 94 года Значит он принимал участие в спектакле нашего театра Посвященном Дню Победы Это было в малом зале филармонии Это было не за долго до его смерти По-моему, месяца за два где-то Его тоже очень тепло принимали зрители Он играл свои произведения даже в таком возрасте Ольга Андреевна Курнавина Со своими учениками Тоже очень часто, многократно выступала На сцене нашего театра Галина Андреевна теперь со своими учениками Тоже уже многократно выступали Они на наших спектаклях И всегда ученики этих педагогов Очень тепло принимаются зрителями И Макар Леонидович Алпатов всегда очень рад Когда представители этой семьи выступают у нас в спектаклях Он всегда очень любит И мы все очень их любим Поэтому Макар Леонидович передает наилучшие пожелания, поздравления Галина Андреевна, это вам Дружба нашего театра Дочери блокадников Музыкальному педагогу Быстровой Галине Андреевне Уважаемая Галина Андреевна Коллектив театра родом из блокады Поздравляет вас с юбилеем Очень хочется вас отметить Как одного из лучших педагогов Выпустивших прияду талантливых учеников Которые выступают на лучших сценических площадках нашего города и России Желаем вам здоровья и творческих успехов Пусть радостная музыка звучит в вашем сердце В полном доброты Художественный руководитель театра Макар Леонидович Алпатов Заслуженный деятель искусств Заслуженный артист СПСР Профессор Наш театр дарит книгу Узелки блокадной памяти Эта книга посвящена ленинградцам Известным ленинградцам Деятелям культуры Которые в самые тяжелые годы и блокады Были в Ленинграде здесь И здесь есть статья и о нашем театре Так что вот мы дарим, как дочери плотины Дарим АПЛОДИСМЕНТЫ Я как представитель администрации тоже очень рад познакомиться с Людмилой Афанасьиной Надеюсь, что наша школа активнее будет участвовать в ваших проектах Поскольку у нас и педагогов было предостаточно Которые мало того, что работали в блокаде Была, например, такая Софья Преброженская Народная артистка СПСР Солистка Кировского театра Уряд нескольких сталинских премий Вот она как раз отказалась эвакуироваться В сорок первом году И сказала, что она никогда из своего города родного не уедет Всю войну находилась здесь И давала концерты филармонии Выступала во фронтовых бригадах Так что, может быть, к пианистам Неплохо бы добавить и наших вокалистов Который у нас большой вокальный отдел Который с удовольствием попел бы Может быть, какие-то военные блокадные песни В 50-м году в блокаде Приглашаем всех присутствующих На наши невластные филармоны Которые будут до 17-го января Значит, 23-го января Это будет тоже несторонний 27-го января Это в Малом Царе Филармонии Так что, приглашаем всех присутствующих На наши филармоны Спасибо, мы рекламируем вас Спасибо Ну и предпоследним номером нашей программы Выступит ученик Галина Андреевна И наш преподаватель Юрий Чередниченко Он сыграет этюд Скрябин АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...